МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСДУМА на заседании сегодня рассмотрят в первом чтении пакет антитеррористических законопроектов, который усиливает ответственность за терроризм. Вводится уголовное наказание за несообщение о преступлениях, связанных с терроризмом, захватом заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоном самолета с посыгастельством на жизнь государственного или общественного деятеля, захватом власти, организации вооруженного мятежа и нападения на представителя иностранного государства. Несообщение о таких преступлениях будет караться решением свободы на срок до трех лет либо штрафом от 200 до 500 тысяч рублей. Человек не будет подвергаться уголовному наказанию по этой статье, если преступление совершил его супруг или близкий родственник. Поправки предлагают снизить возраст до 14 лет, начиная с которого человек подлежит уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках, за угон самолета, за организацию незаконного вооруженного формирования и за несообщение о преступлениях или по захвату государственной власти. Еще один законопроект будет рассматриваться сегодня в Госдуме. О нем рассказал Сергей Катасонов, депутат ЛДПР. Еще один закон, который сегодня будет в центре внимания фракции ЛДПР и всех фракций, это закон о хостелах. С инициативой данного законопроекта я выходил три года назад и причиной послужило массовое обращение наших жителей, которые живут в многоквартирных домах. С ухудшением экономической ситуации в стране мы столкнулись с такой ситуацией, что люди готовы покинуть свою квартиру, жить где-то на даче, а иногда жить даже в этой же квартире и сдавать параллельно ее другим, чтобы как-то выжить. В результате мы получили такой эффект, что в однокомнатной квартире мы наблюдаем 20-30 кроватей. Это никакая не гостиница, это никакое не проживание, это оказание услуги. И мы все время доказывали в течение трех лет, что оказание услуги фактически бизнес. Он должен иметь другой порядок налогообложения, другую систему разрешительную. Но и самое главное, что жители многоквартирных домов должны жить все-таки спокойно, потому что мы с вами, покупая квартиру в доме, мы все-таки не предполагаем, что с нами на лестничной клетке будет находиться хостел, который будет туда вмещать 20, 30, 40 человек. И вот удивительно, но последние полтора года позиция нашей фракции, с которой мы выходили, еще раз говорю, три года назад, поддержана всеми четырьмя фракциями. И тем не менее, мы никак не могли преодолеть давление правительства, которое сначала под предлогом того, что у нас чемпионат мира по футболу, что там нужно размещать. Потом нам рассказывали, что нужно развивать внутренний туризм. В общем, находят какие угодно причины, только почему-то не видят людей, которые живут в многоквартирных домах. По-моему, на наш взгляд, все очень просто. Если можно разместить этот хостел в доме, то только с одним условием, что это должен быть отдельный вход. Отдельный вход. Соответственно, это не может находиться между этажами, это только первый этаж. Первый или второй. Под ними не должны находиться жилые помещения. Поэтому вот сегодня, наконец, законопроект в согласованном виде, в котором мы предлагаем решить и поставить точку. Потому что чем дальше мы оттягиваем, тем больше людей сегодня попадется на эту, скажем так, правовую нишу, незаполненную. В результате мы получим после принятия закона огромное количество людей, как обманутых дольщиков, которые вложили в этот бизнес, купили какие-то квартиры в середине дома, а потом ничего не получили. Поэтому мы надеемся, что сегодня данный закон будет принят, и, наконец, желание огромного количества людей будет исполнено. Обсудим этот и другие законопроекты сегодня в студии. Платон Греков, наш уже постоянный эксперт. Здравствуйте, Платон. Здравствуйте. Ну, как прокомментируете высказывания нашего депутата, мысль действительно важная для многих. Мы действительно в многоквартирных домах так или иначе сталкиваемся с таким видом обустройства своего дома, квартиры. В первую очередь, что бы хотел сказать, очень странно, что три года понадобилось для того, чтобы такой объективно для населения приятный закон принять. Понятное дело, что массовые вот эти вот все у нас праздники, да, футбольные, ну, естественно, нельзя навстречу не пойти, но, тем не менее, люди, которые живут у нас изо дня в день, из месяца в месяц, постоянно проживают на территории Российской Федерации, они никаким образом страдать от того, что в каком-то городе отдельно взятом или в нескольких отдельно взятых городах не хватает гостиниц, не должны. Принимая чемпионат мира по футболу, да, власти городские должны объективно понимать, где они будут размещать приехавших туристов, как они их будут размещать. И обеспечить, если этого понимания нет. Конечно, конечно, обеспечить их транспортом, а решать подобного рода проблемы за счет обычных жителей простых, ну, это не очень хорошо, это не очень социально с точки зрения государства. Почему проблемы инфраструктуры каких-то городов, обычное население, простые люди должны взять на себя? Почему, заплатив деньги за квартиру, возможно, да, попав вот в ипотечную вот эту вот кабалу, люди должны по итогу еще и видеть, как там 40-50 человек на их лестничной площадке вот куда-то туда-сюда снуют, то приходят, то уходят, лишают их совершенно покоя. И, в общем-то, не совсем ясно, почему они должны к этому относиться с пониманием. Поэтому закон, конечно, абсолютно своевременный, очень замечательный. И дай бог, чтобы все получилось, и чтобы обычные люди отстояли свое право на частную, спокойную жизнь, которую они к тому же честно еще и оплачивают. А тем более в каждом доме живут семьи с детками, где-то подводят родителей. И ведь это просто опасно социально, ведь неизвестно, кто рядом эти, кто эти люди. Они же не регистрируются никак. Какой пример они будут показывать, неизвестно. Поведение соответствует ли их общепринятому городскому поведению, не факт. Учитывая низкую ценовую стоимость, да, подобного рода, вот, назовем это условно, да, гостиницами, там, соответственно, и контингент такой, который не может себе позволить что-то более приличное, который может себе позволить только это. Обычно это какие-то, да, приезжие из дальних-дальних, с дальних рубежей, которые там занимаются в крупных городах какой-то работой, вот, соответственно, и ведут себя, соответственно. И, в общем-то, далеко не всегда могут являться хорошим примером для подражания нашему подрастающему поколению, нашим маленьким детишкам, чего они там могут наслушаться и насмотреться. Только Господь Бог знает, и лучше их от этого уберечь, чем травмировать психику. Я так считаю. Получается, вот, с этим законом вход будет отдельный, да, вводится такое требование? Здесь не то, что вход будет отдельный, просто здесь накладываются, вот, именно с требованием отдельного входа, здесь накладываются достаточно серьезные ограничения по, именно, по помещению, в котором это может быть размещено. То есть, например, если это второй этаж, там не может быть отдельного входа, это просто технически невозможно. Соответственно, это цоколь. Соответственно, если это цоколь, да, то это вход с улицы, и, в общем-то, для жильцов дома, да, это никаких неудобств не представляет. Если кому-то не хочется, чтобы детишки что-то не то смотрели, можно вообще, в конце концов, мимо этого входа уже с улицы ходить. Об этом нет ничего ни страшного, ни странного, ни необычного. Более того, это, опять же, доход в казну, это поступление от налогов, потому как все это, если упорядочить, там надо еще посмотреть, какие суммы крутятся, да, неизвестно же, сколько, каков оборот этого бизнеса, да, на сегодняшний момент, пока все это не узаконено. А так, если это будут отдельно, ну, оптимально было бы, если бы это были отдельно стоящие здания, ну, где же их столько на всех найти, да. Но вот это вот ограничение по отдельному входу, оно, в общем-то, перестает иметь, давать возможности, вот, нечистоплотным, так условно их назовем, владельцам квартир, превращать свои именно квартиры в такие вот ночлежки, которые, да, несут небольшой доход, но для соседей это, конечно, большая проблема. Дело в том, что вообще эта традиция, да, для состоятельных людей, иметь доходные дома, скажем так, в Москве в начале 20-го века очень много было. Купцы всевозможные, да, из разных гильдий строили себе подобного рода бизнеса для того, чтобы сдавать квартиры в наем и, в общем-то, иметь с этого неплохой доход. То есть это всегда была в Москве очень популярная история. Вот, ну, у нас все-таки в конце концов 21-й век, да, никак не начало 20-го, 100 лет прошло. Ну, согласитесь, тут уже речь идет скорее о доходной квартире, а не о доме. Там же отдельно стоящие здания были с входом. Ну, раньше они и строили целиком, это полностью на свои деньги. Вот сейчас они, видимо, есть кто может себе построить дом, тот строит себе дом. И у него там такой хостел с отдельным входом, как раз все закону соответствует. А кто не хочет, не может, но очень хочет, вот, приподзаработать хотя бы немного, тот, вот, в общем-то, плевав на людей, которые окружают его, которые являются его соседями по лестничной клетке, ну, просто делает то, что считает нужным. Ну, это к социализации не приведет, да, то есть это только вобьет клин между людьми, да, и они будут друг к другу очень так прохладно относиться, если не сказать больше. Потому как как соседям, понятно, не понравится тогда вечное столпотворение на лестничной клетке, так и людям, которые, в общем-то, в этом хостеле обитают, для них не всегда может быть понятно, что за, ну, такое, не... ну, такое сдержанное, условно назовем это, отношение к ним со стороны вот именно соседей. То есть здесь обе стороны, они, в общем-то, друг друга вряд ли поймут, потому как у одних одни проблемы, у других другие проблемы. И решать это нужно именно на государственном уровне, законодательном порядке, к чему вот спустя три года, аллилуйя, все пришли. И вот опять же, обратим внимание зрителей, что это идея ЛДПР изначально была. А так это вообще стабильная ситуация. У ЛДПР очень много крадут, я подчеркиваю, да, и не постесняюсь именно этого слова, крадут законодательных инициатив и вообще идеи законодательных. Потому что не единая ситуация, то есть если к этому вопросу подойти посерьезнее, как следует подготовиться, то можно просто перечислить законодательные инициативы ЛДПРских депутатов наших, которые были зарублены на корню, они немножко отлежались, и потом их подняли, и там единороссы выдали их за свои, приняли, и всем кричали аллилуйя, потому что мы так о народе заботимся и думаем. И все совершенно забывают, что об этом ЛДПР говорил уже несколько лет назад. Представляете, несколько лет. Насколько вот опережает партия именно вот это вот развитие событий, вот эту вот неповоротливую махину. И это нормальная практика, и это доказанные факты. В общем, тут ничего удивительного нет. Ну, что же можно с этим поделать? Можно сказать только одно, что это говорит лишь о том, что ЛДПР всегда на острие. На острие вот именно такого законотворчества, которое социально ориентировано, социально направлено, идет на помощь и на благо людям. И актуально даже через годы. В любом случае. Мы сейчас прервемся на рекламу, далее в прямом эфире обсудим еще одну важную тему. Продолжаем эфир. Допинговый скандал получает новый виток. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА немедленно начинает изучать новые заявления о допинге в российском спорте после интервью бывшего директора Московского антидопингового центра Григория Родченкова в газете New York Times. Международный олимпийский комитет мог, нашел утверждения Родченкова достаточными, чтобы провести расследование. ВАДА уже запросила у Москвы информацию о допинг-программе, чтобы начать расследование. Депутат ЛДПР Михаил Дегтярев высказался на эту тему. Продолжение гибридной войны против нашего государства, когда используются всякие недоумки, негодяи вроде этого иммигранта Григория Родченкова, который клевещет на наших олимпийцев, клевещет на наших организаторов спорта и, сводя личные счеты, льет воду на мельницу наших геополитических врагов. Поэтому так называемый допинговый скандал мы рассматриваем как один из элементов гибридной войны против России. Потому что олимпиада проведена на отлично, это признано и международным олимпийским комитетом, и гостями, и участниками, и тренерами. Наши спортсмены показали великолепные результаты только лишь потому, что есть поговорка. Дома и стены помогают, поэтому столько золота, поэтому столько медалей у наших спортсменов. Ну и Киев, конечно. Разрыв побратимских связей с Москвой – это продолжение разложения украинского государства, это продолжение враждебного по отношению к нам курса, и здесь это ожидаемо. Единственное, что мы можем противопоставить этому – только лишь любовь, только лишь нашу открытость, только лишь желание дружить. Платон, ну сегодня все СМИ обсуждают эту тему, мы, конечно, не можем обойти ее стороной. Как вы ее прокомментируете? Почему спустя годы всплывают какие-то факты? Это первый и самый важный вопрос. Почему сейчас? Да. Чего все это время люди ждали? Молчали, думали. Память не изменяет, в 2014-м Сочи было, правильно? По-моему, так. Сейчас у нас 16-е, а все это время, почему никто об этом не говорил, вот с такой громкостью, там, и насколько там некоторые источники информации, да, ну это открытый доступ, заявляют, что он чуть ли вот эти все коктейли допинговые, там, в алкоголь мешал, там, ну что-то он… Да, мужчинам покрепче, женщинам полегче. Какие-то такие вещи рассказывают, у нас там, вы представляете себе, что такое нагрузка профессионального спортсмена на Олимпийских играх? Это четырехлетний цикл подготовки, финалом апофеозом, которого является выступление здесь и сейчас. Какой алкоголь у спортсменов? Потом ведь они все время под наблюдением круглосуточное, какой алкоголь у спортсменов? Это все просто очередная провокация и очередной вот этот вот поклеп, это вот туда же, куда и санкции. Вот вся вот эта вот история, она вокруг одного и вертится. Как-то нас… Ведь не секрет, что спорт, да, особенно международный, это отражение положения дел в государстве, да, это отражение ситуации, которая находится внутри. То есть если вот на международной арене спорт российский представлен хорошо, значит, и внутри все хорошо. Значит, выделяются деньги на развитие, значит, работают детские школы, значит, у нас появляются новые лыжники, новые хоккеисты, новые биоклонисты, спортсмены, нация здоровее, становится крепче, и это замечательно. Кому это интересно? Врагам России ни разу, ни разочкой. Где вышло интервью? Нью-Йорк-таймс, если мне, да, не изменяют тайны. Сколько, интересно, этому господину заплатили за то, что он заклеветал вообще страну, которая была когда-то для него родной. Вот это второй логичный вопрос после сроков. Пусть мне просто вот интересно посмотреть бухгалтерскую отчетность по этому вопросу. Сколько он взял за то, чтобы взять и всех продать. И опять же, очень интересная история. Моментально, сиюминутно нашлись, как говорится, господа, которые решили, что это достаточный повод для того, чтобы провести какое-то расследование, опять наших спортсменов как-то куда-то отстранить, опять попытаться оставить нас без медалей на приближающемся празднике спорта. Ну, это же все. Знаете, было такое, когда самолет над Донбассом разбился, там вот были представлены Госдепу и Госдепом же неопромежимые доказательства. Я помню, что все это оборачивалось в такую юмористическую историю, что там чуть ли не какие-то детские рисунки. И вот именно поэтому это и есть вот они, те самые доказательства. Что-то кто-то там куда-то едет, и вот это ровно доказывает, что именно вот донецкие и луганские ополченцы вот этот вот самолет, в общем-то, избили. И здесь ровно такая же история. Давайте возьмем интервью, ну, к примеру, у меня. Я могу тоже заявить что-нибудь очень громкое. Про то, что вот в Америке так, или в Европе сяк. Например, вот давайте по поводу поцелуев на Евровидении мужских. Давайте мы у меня спросим, как я к этому отношусь. Я их тоже могу всех обличить, что это садомия, что Господь такого не заповедовал, что города сгорали. И что нашим детям показывают, что это норма уже. Конечно. А куда это годится? Да это же не проблема. Любого человека возьми, расскажи ему, что сказать. А я говорю, там, я уверен, есть и финансовый след. Да, человек оказался просто падким на деньги. Движение по счетам интересно уже посмотреть, да? Да, просто это непопытно. За интересованным службам. Да, я думаю, что проблемы нет. И те люди, у которых есть подобного рода возможности, а я точно знаю, что подобного рода возможности у них есть, они все это будут знать. Более того, правду ее же никуда не спрячешь, ее никуда не скроешь. Ну вот, пожалуйста, были там вот скандалы, мельдоний там и все такое. Да, пожалуйста. Просто кого-то нашли и потом сняли. А осадок осталось? Ложки нашли? Дело даже не в осадке. Дело в том, что, ну опять же, подготовка к большому турниру для профессионального спортсмена – это колоссальное напряжение сил, в том числе эмоциональных, моральных, психических. То есть это полная собранность и абсолютная концентрация. Только тогда возможен результат. Ну вот теперь представим, да, что вот ты готовишься, 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 потом тебе, например, сообщают, нет, вот ты не едешь. Условно. Ты пьешь чай, ты не едешь. Что у человека, как он должен отреагировать? Конечно, вся система подготовки идет псу под хвост, да, все сбоит. Психосоматика сбоит, результаты падают. Потом ему говорят, а, нет, нет, все, извините, чай можно, кофе нельзя. А пока нельзя было чай, я кофе пил все временно. Подготовка-то сорвана. Время-то потеряно. А как вы считаете, вот такие говорливые люди должны иметь возможность вернуться в Россию? С учетом большого общественного резонанса, это затрагивает всех нас. Порочит нашу Олимпиаду, в которую вложили все, кто что мог. Кто душу, кто деньги, кто силой, кто спорт. Ну да. Так пусть приедет, чего? Пусть приедет, я думаю, что найдется немало спортсменов, которые абсолютно в законном порядке подадут судебные иски за клевету. А уже сказали, да, что будут подавать. Вот и все, пожалуйста, пусть в рамках закона, да, действующего на территории Российской Федерации, человек за собственные слова отвечает. Ничего в этом нет ужасного. Если он нашел в себе силы там где-то за океаном вот такого вот раструбить, то пусть он найдет в себе силы взглянуть в глаза тем людям, у которых он пытается отнять медали, которые там 4 года к этому готовились. А если это и не один олимпийский цикл, то и осень. Готовились, получили, завоевали, добились, смогли. И теперь просто из-за какого-то одного человека, у которого я не знаю, что там произошло в моменте, может быть, спецслужбы его на чем-то подловили, может быть, шантажировали его. Взял, вот такое вот интервью он выдал. Это вот Михаил Владимирович совершенно верно сказал. Гибридная война, санкции, спорт и вся вот эта вот остальная вот история, которая нездоровая вокруг нашей страны, да, с некоторых пор происходит. Это все звенья одной цепи. Если здесь не получается, мы нажмем на спорт. Не получилось с экономикой задавить. Сейчас, может быть, на искусство нажмут, да, сейчас. Вот Валерий Абисалович Георгиев ездил у нас в Сирию концерт давать в Пальмиру. Замечательный концерт, смелый поступок отважного человека. Ну, возможно, сейчас в этом кто-то усмотрит что-то противозаконное. И, возможно, кто-то даже даст разгромное интервью, например, да, какое-то, что вот это был не он там, или что его музыканты оркестра под страхом увольнения или смертной казни были обязаны туда ехать, хотя очень боялись. Понимаете, да, это все эти случаи, они описаны еще в Евангелии, когда ученик Христа Иуда пошел и за 30 серебряных его своего учителя продал. Потом он, правда, повесился, не все об этом знают. Он пытался вернуть эти деньги, но у него их уже не взяли, потому что на них была кровь, потому что это были деньги за предательство. И это ровно такая же история. Это деньги за предательство страны, которая дала тебе все, что у нее было для тебя. Что ты ей дал, да, неизвестно, но она дала тебе все, что у нее для тебя было. Ты занимал хороший пост, ты работал интересную работу, у тебя было увлекательное дело. И теперь ты вот подобным образом разворачиваешься. Ты же всех этих спортсменов видел, все это у тебя на глазах происходило. Если человек был главой антидопингового агентства России, он же все это знал, прекрасно и понимал. Даже если мы условно допускаем, что его слова хоть на какую-то часть соответствуют действительности. Вопрос, почему сейчас? Чего он ждал? В общем, все. Летом Рио, Олимпиада. Ну да, цель опорочить нашу команду. И просто разрушить подготовку, чтобы люди дергались, чтобы легкоатлеты не могли бежать, прыгать, метать копья. Чтобы баскетболисты тревожились, чтобы... Чтобы все боялись на будущее, да, чтобы поселился страх. Конечно, не боялись, тревожились. А тревога – это такое состояние, которое не позволяет полностью сконцентрироваться на деле. Поэтому, в общем-то, расчет достаточно такой тонкий, но ясный. Поэтому все это одного поля ягоды. Тонкий, но толстый, да? Да, одновременно. И тонкий, и не толстый, да. Платон, хотелось расспросить вас о вашей работе в вашем округе. Ваш район – это Бутово, правильно? Да, совершенно верно. Что сейчас происходит, какие проекты, какие идеи, задумки? У нас очень хочу, во-первых, очень хочу сказать большое спасибо населению Бутово. За что? Люди очень социально активны. У нас, вот сколько, у нас два года работает там штаб. За это время мы обработали сотни обращений, сотни заявлений. И, в общем-то, поток их не прекращается. Вот даже, да, на сегодняшний момент, вот, простая история. У нас в Бутово есть лыжная школа для самых маленьких-маленьких детишек. То есть от шести до десяти лет. Ну, так как у нас, конечно, чиновникам не всем до этого есть дело, да, переодеваются, они, в общем-то, ну, вот, прям возле, ну, не знаю, в общем, на улице. А как зимой в прохладное время года? Ну, я подчеркиваю, лыжники, они, кроме как зимой, никогда не занимаются. Ну, нет, а вдруг у них какие-то тренировки идут летом в опорно-двигательный аппарат тренировать? Нет, нет, это только зима, то есть это только непосредственная практика именно на лыжах. То есть разгоряченные дети переодеваются на охоте? Конечно, переодеваются, да, где угодно, как попало. Ну, вот мы сейчас совместно с тренером, замечательным человеком, абсолютно вообще бестеребряный Николай Труист действительно положил вот себя всего на этот алтарь детского спорта. И его вот, слушая его вот эти вот речи, невозможно не встать и не попытаться ему помочь. Вот, соответственно, не секрет, что у нас в Бутово сейчас идет грандиозное строительство. Там одна известная компания, в общем, там тысячи рабочих, подъемные экраны и все вот это вот замечательно, очень технично. Соответственно, на эти тысячи рабочих у них приходится определенное количество бытовок. Да? Да. Я обращался в управу с просьбой, ну, какую-то бытовку выделить детям просто вот. Там понимания не нашел. Вот, ну, просто пока на сегодняшний момент ее просто нет, но люди обещали принять сведения и подумать про эту всю историю. Не исключено, что, в общем-то, что-то нам и удастся для детей сделать. Но Мортон, огромная строительная компания, огромное количество вот этих бытовок, одна из которых может решить такой, ну, важный, животрепещущий. Причем на много лет она устроит детей. Вот почему нет? А к ним обращались. Обратились? Обращались, понимания не встретили. Ну, вот. А почему не встретились? С вами не пошли вообще на диалог или выслушали, но сказали нет? Ну, выслушали, ничего не сказали и пошли спокойненько себе дальше строить. А мы спокойненько пошли себе дальше искать бытовку. Потому что, ну, и более того, там предлагалось и Мортон там везде написать, и, в общем, ну, придать достаточно широкой огласке. Ну, лишь бы, да, лишь бы решить вопрос. Просто дайте детям, конечно. Плюс к тому, это социально очень полезно. Они же могли себе это в большой актив записать. И это социальная нагрузка. То есть это можно было вообще, что стоит для такой огромной компании отдать одну бытовку. Одну. Дети в тепле, они не простужаются, они не получают воспаление легких, упаси Господь, и бронхитов всевозможных. Они тренируются, становятся сильнее, становятся спортивней. Но тут, видимо, никто не в интересе. Деньги, да. Здоровья детей не очень. Ну, может, есть шанс, что думаете. Будем бороться. Будем бороться, а там, как Господь даст. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы такие важные вопросы и не оставляете без внимания. Ждем вас вновь с рассказом, надеюсь, о положительном решении этого вопроса. Это была программа «Молния». Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.